Не так давно офисы МФЦ были переполнены заявлениями россиян. Причина – отказ людей на сбор биометрических данных. Как оказалось, паника настигла из-за распространения фейкового сообщения. Суть изложенного заключалась в предварительном описании отказа от использования личной информации. В противном случае она будет передана в единую биометрическую систему. Чтобы успокоить население, специалисты центров опубликовали памятку, где разъяснили, что без согласия граждан сбор любых данных биометрии невозможен. Возникла необходимость собирать данные биометрии, чтобы изучать сведения пользователей. То есть это не пользователям, чтобы облегчить жизнь, например, или повысить надежность работы с ними, а для того, чтобы собирать данные о них массово. Например, там, допустим, лиц, находящихся в толпе, например, или, например, в зале ожидания аэропорта. Существует пять самых распространенных типов идентификации. Отпечаток пальца, изображение лица, запись голоса, структуру сетчатки глаза и рисунок вен ладони. Сбор данных таким образом обращает получение услуг в дистанционном формате. С помощью биометрии можно открывать счета и вклады в банках, получить сертификат электронной подписи, совершать сделки и другие юридические процедуры на госуслугах. Биометрия, она во многих случаях удобна. Например, биометрия по отпечатку пальца, либо сетчатке глаза, она является достаточно надежной, особенно по сетчатке глаза, и она позволяет уникальным образом идентифицировать человека, потому что документы, условно говоря, подделать можно, а вот сетчатку глаза особенно нет. Несмотря на то, что биометрия, как фактор аутентификации, надежнее, чем пароли, кодовые фразы и пин-коды, все же есть риск утечки информации. С развитием искусственного интеллекта и других цифровых новшеств подделать запись голоса или изображение лица не так сложно. Но все же есть и то, что остается более надежным – структуру сетчатки глаза. Даже если злоумышленник поднесет к сканеру глаз человека, обладающего правом доступа, тест не будет пройден. В сосудах сетчатки должна пульсировать кровь. Самый надежный метод идентификации, его можно сделать, он просто технически сложен. Но если делать идентификацию, надо делать именно такую. Это посетчатки глаза. Ее на текущий момент современный уровень технических средств подделать практически невозможно. Регистрация данных в единой системе осуществляется исключительно на добровольной основе. Поэтому жители могут сдать биометрию или отказаться от услуги самостоятельно в приложении госуслуги биометрия или отделении банка. В случае, если данные уже хранятся в системе и пользователь захочет их удалить, сделать это можно будет в любое время. Кристина Отекина, Валерия Карташова, Фарид Захидоглы, Универньюз.